Как пишут, от Украины потребуют продемонстрировать серьезные военные успехи до ноябрьских выборов в Соединенных Штатах Америки, чтобы оправдать оказание помощи, которое было принято. Об этом сказал военный эксперт Лоуренс Фридман в своей статье Financial Times. В общем-то, это была одна из основных версий многих политологов, военных экспертов, что победа Украины будет как раз-таки приурочена именно к выборам, чтобы Байден показал. Смотрите, Украина победила благодаря мне, демократия восторжествовала. Так вот вопрос. Что значит давить на Украину в контексте той помощи, которая у нас есть? Разве этого хватит, чтобы показать какой-то существенный результат? Разве наши партнеры не понимают, что этого хватит лишь для удержания позиций, а не для какого-то супермасштабного контрнаступления? Я не думаю, что кто-то планирует и подталкивает Украину к супермасштабному контрнаступлению. Если кто-то бы, естественно, хотели бы, американское руководство хотело бы успехов Украины по всем соображениям, в том числе и по предвыборным соображениям, это очевидно. Однако успех Украины – остановка наступления российских войск. И успешная оборона – это тоже успех Украины. Более того, его можно будет так и преподнести даже во время предвыборной кампании. Хотя, поверьте, это не будет главной темой предвыборной кампании, хотя и будет тоже. Так вот, если можно говорить о том, что условно полгода до помощи, полгода, допустим, наступление, российское наступление как-никак надвигалось, если после этого данная тенденция прекратилась, то вот вам успех. Давить на Украину, чтобы Украина наступала, это бессмысленно и вредно во всех отношениях. Я думаю, что это все понимают, а кто не понимает, если в американском руководстве, то ему объяснят военные специалисты. Потому что для успешного наступления мало одного желания, будь то американского или будь то украинского. Нужны возможности. Возможности упираются в ресурсы, и это во многом зависит от Соединенных Штатов. Сколько и будет ли их достаточно, будет ли их должное количество. Но этого одного недостаточно. Нужна еще и готовность украинских вооруженных сил, даже если ресурсов более чем достаточно, чего нет, наступать. И вот это способны вполне оценить американские военные. Насколько есть в прошлом году, кстати говоря, когда ситуация выглядела гораздо более оптимистично. Уж с точки зрения украинского руководства и командования вообще излучался почти сплошной оптимизм. Американцы были несколько более скептичны, но тоже считали, что будут определенные достижения, вероятности относительно высоки. Сегодня у них нет считать, что вероятности успешного наступления будут высоки. Это совершенно очевидно. Поэтому требовать какого-то наступления, чтобы оно кончилось с огромной долей вероятности провалом и стало еще хуже, никто в трезвом уме и еще более трезвой памяти не будет. Поэтому я предположу, что будут некоторые рекомендации Соединенных Штатов. Я не имею в виду сейчас авторов статей, которые воображают или думают что-то одно или другое. Я имею в виду рекомендации на военном уровне. Как и что сделать более оптимально, безусловно, будут. Но подталкивать Украину к авантюризму мне очень сложно предположить, что такое будет происходить в ближайшие месяцы. Хотя бы потому, что когда оцениваются вероятности и видят, что шансы на провал выше, это себе дороже в прямом смысле слова. Вот есть информация, что главком Сырский заявил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте, имеющей тенденцию к обострению. Тут важно также предоставить зрителям контекст, что эти заявления были сказаны в рамках Рамштайна, что само по себе уже говорит вектор, так сказать, атаки, в какую сторону направлен. Направлен на наших партнёров, которые раз им уже сообщили о том, что важно не только количество, но и скорость вооружения, которая приходит к нам. Это как бы отдельным пунктом было выведено. Но всё же, возвращаясь к нашему разговору и вашей аналитике, и вашей оценке, вот хотелось бы услышать ситуацию, так как её видите вы, но опираясь на всё-таки вот эти слова про сложную оперативно-стратегическую обстановку на фронте. Она в самом деле очень сложная. На самом деле слово «сложное» верно по определению, было бы верно, наверное, в любое время, даже когда украинцы успешнее действуют и когда менее успешные. Но сегодня это верно гораздо с большей остротой. И я в первую очередь имею в виду ситуацию в районе Очеретина, где произошёл серьёзный прорыв, серьёзное вклинение российской армии в украинскую оборону. Причём оно носило такой неожиданный характер. Это важно отметить. То есть если в остальных участках и было, и есть давление серьёзное российское, где-то они продвигались небольшими шажками, где-то и нет, несли тяжёлые потери, здесь произошло серьёзнейшее вклинение, которое угрожает развитием ситуации в негативной форме. Подразумевается, что то, что если это вклинение не купируется и не срезается, то оно расширяется, создаёт угрозы флангам, тому, что находится от него с флангом, а это значит риски потери достаточно значительной территории и тревожное восприятие того во всём, что касается дальнейшего продвижения. Поэтому очень многое будет зависеть от этого участка фронта. И в самом деле этот неожиданный территориальный успех на данный момент представляет из себя потенциал серьёзной угрозы. Дальше будет видно, и я думаю, что именно это имел в виду Сырский, когда он говорил с партнёрами, хотя понятно, что в первую главную очередь такого рода заявления продиктованы желанием ускорить помощь и повысить её, повысить эффективность, скажем так, приоритетность того, чего нужно. Но надо смотреть правде в глаза. Ситуация вокруг Очеретина и её потенциал весьма и весьма негативен. Вот сейчас читаю свежие новости по поводу ситуации под Очеретина. Как сообщает издание Forbes, в кавычках пишут, уже предрешено, что украинцы потеряют несколько сёл вокруг оси Очеретина. Тут, в общем-то, заявляют про сложное положение наших войск, что они вымотаны и что, скорее всего, единственный правильный вариант это некоторое отступление в этом контексте. Вот хотелось бы всё-таки тоже ещё с этой стороны посмотреть на ситуацию. Тут для того, чтобы давать более какие-то конкретные оценки, надо располагать данными, которыми я не могу располагать по определению. Это и наличие резервов украинского командования поблизости, способность их вести в бой в ближайшее время, наличие резервов и возможностей российских, которые там имеются, подготовлено с тех или иных линий обороны, например, не только там, где они сейчас, но и более в тылу. В общем, есть много вопросов, на которые ответа нет, но, безусловно, верно следующее, что в тот момент, когда есть резкое продвижение, оно создаёт угрозу перерезания важнейших артерий снабжения и нависает над флангами, в том числе над теми населёнными пунктами, которые, скорее всего, упоминали. Я не читал статью Форц, не успел почитать и не знаю точно, как они там расставили акценты. Но общая суть, что есть и Бердичи, есть и Семёновка, есть ещё кое-что, где вот это вот нависание происходит, а расширение выступа тоже имело место. Это Новобахмутовка. В общем, к тому виду, что это создаёт серьёзные опасности и неопределённость, и очень многое зависит, какие силы есть у сторон на этом участке и какие действия будут предприняты в ближайшие часы, в ближайшие дни. Но в самом деле это очень тревожно, и это неверно будет определение, не запланировано. Но это было ещё и довольно неожиданно, вопреки, по крайней мере, коду событий, когда ты опираешься на открытый источник. Вот вы несколько раз обозначили эту ситуацию под словом «неожиданно», что это было неожиданно. Но опять-таки, возможно, дилетантский вопрос, но этот вопрос, я уверен, возникнет у большинства зрителей, которые точно не владеют информацией, как именно строится и оборона, и атака. Всё-таки хотелось бы понять, как это неожиданно в условиях, что уже так много времени идёт война, и если бы там были многослойные, допустим, уровни оборонные, я не знаю, что это должно быть, какие-то зубы дракона, минные поля, укрепрайоны, блиндажи, залитые бетоном, не знаю. Такое бы сильное и быстрое вклинение могло бы быть. Всё-таки мы точно не знаем. Возможно, всё, что я перечислил, там действительно есть. Но эта ситуация, она вообще на что похожа? Когда я говорю «неожиданно», я имел в виду именно неожиданное продвижение, неожиданно быстрое продвижение российской армии. А вот что касается подготовленности обороны, для этого нужно обладать конкретной информацией. Возможно, это был недостаток сил, возможно, какие-то несогласованные действия и проколы в организации обороны. Здесь важно понимать, что линия обороны с точки зрения оборудования в инженерном плане – это, конечно, очень важный аспект. Но важнее всего является то, кто и как держит эту линию обороны. То есть, может быть, линия обороны и не очень оборудована, но при должной тактике и наличии достаточных количеств оборона может быть успешной более чем успешной. И наоборот, самая хорошо оборудованная линия боевого противостояния не принесёт эффекта, если допускаются либо серьёзные ошибки, либо не хватает людей, либо не хватает техники. То есть, есть какие-то серьёзные нехватки и дефициты. Я, конечно же, читал различные украинские источники по поводу того, в том числе чуть ли не свидетельств о связи, как это произошло и почему. Однако, считаю себя не вправе спекулировать. Всё-таки я со стороны и не могу быть уверенным на 100% или, скажем так, на 90%, что вот именно то объяснение, которое было дано, оно верно. Так или иначе. Но речь идёт либо о недостаточных ресурсах, которые были в обороне, это, если просто, либо о допущенных проколах, либо и то, и другое вместе взято. Это шаблонно звучит, но это упрощённо. А вот то, что было ли оборудовано и насколько, это всего лишь уже тактическая составляющая. Это важный аспект, но не в это всё обязательно упирается. С этим разобрались. Вот Financial Times ещё пишет о том, что благодаря вот этой помощи от Соединённых Штатов Америки инициатива может вновь перейти на нашу сторону, на сторону Украины. А я хотел бы дополнить вообще и, знаете, сверху посмотреть, не короткосрочно по тем новостям, которые есть, а в общем посмотреть. Вот это вот помощь, 61 миллиард. Дальше Великобритания там помогла. Потом Соединённые Штаты ещё на 6 миллиардов приняли помощь, которая там растянется на 3 года или что-то такое. В общем-то, картина вырисовывается такая, что эта помощь идёт всесторонне. Параллельно мы видим также, что с разных стран тоже приходят хорошие новости о том, что помощь идёт и про патриоты, и про различные там БМП. Ну, в общем-то, такое ощущение, что как-то мир консолидировался, активировался, и этот поток запустился. Вопрос только вот, мы этот поток ощущаем только из новостей и точно не понимаем, насколько это серьёзно. Но всё-таки, по вашему мнению, по вашему ощущению, насколько серьёзно вот эта вот развернулась помощь, можно ли сказать, что это какой-то новый виток, который действительно сможет привести к тому, что инициатива будет всё-таки, мы в какой-то момент сможем перехватить? Моё определение случившемуся состоит в следующем, что решение Американской, ну, Конгресс и далее всё, что привело к утверждению пакета, это важнейшее событие, важнейшее событие войны за последние полгода. Если бы осенью, правда, если бы всё шло по нормальной, по проторенной дорожке, то мы бы об этом и близко не говорили, и, может быть, особо бы даже и не заметили. То есть, заметили бы, конечно, ещё как заметили бы, но посчитали это само собой разумеющимся. Однако в свете случившемся это важнейшее событие номер один. Несмотря на все кровавые события на фронте, успехи и неудачи, это именно номер один. Это событие даёт Украине стратегическую прочность, я это так называю, на ближайшие, скажем так, много месяцев устойчивость, стратегическую устойчивость. Я сейчас не хочу говорить об инициативе. Когда мы говорим об инициативе, это переход в наступление и попытки наступать на разных участках фронта, когда противник обороняется и не особенно успешно. Значит, пока, или, по крайней мере, просто обороняется. Значит, пока об этом говорить рано. Однако Украине крайне важен успех в стратегической обороне, которой Украина перешла, по большому счёту, осенью, после того, как украинское наступление закончилось. И если будет, а это, как мне кажется, должно дать этот эффект, если будет достигнут эффект почти полного прекращения вот этих негативных тенденций, которые с осени наблюдаются, и частью которых стал захват Авдеевки, и частью которого является то событие, которое мы сейчас обсуждали с вами только что, если это почти полностью нивелируется, это будет огромный стратегический успех, важнейший успех. Можно это не называть перехватом инициативы, но это будет то, что необходимо. Это будет необходимый минимум, по крайней мере. Если будет развиваться ситуация дальше в позитивном ключе, можно будет подумать и о максимуме, и что можно предпринять, и как сманеврировать ресурсами. Тут важно же еще отметить, что предстоят выборы президента США, которые таят в себе немало неизвестностей. Там же ведь еще и сенаторы будут переизбираться, и конгрессмены. То есть неизвестность плюс новый бюджет на 2025 год будет готовиться. То есть неизвестность и вот эти вот риски все равно наступят через X месяцев, когда будут опасения, а вдруг что-то опять снова не пойдет так, либо изменится политика новой администрации, либо еще что-то. То есть тревога снова повысится вне всяких сомнений. Однако пока этот запас прочности существует. Другие страны, кстати говоря, они и до американцев, в общем-то, оказывали существенную помощь, продолжали ее оказывать. И даже чуть-чуть встряхнулись и встрепенулись, когда в Америке застрял этот пакет. Но по-прежнему они могут, по крайней мере многие из них могут. И с их точки зрения, их интересов, было бы правильно все равно добавить и прибавить. И вот этот год, 24-й, он важен во всем, что он в числе и касается усиления масштабов военного производства и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в первую очередь в снарядах. Прогресс этот есть, он налицо, и к концу 24-го года будет довольно существенный, если сравнивать с концом 23-го года. Это очень важно. Далее все упрется в политические решения. Эффект Украина почувствует. Я думаю, что эффект уже чуть-чуть был, потому что есть это и моральный эффект, это и то, что можно было лимиты сократить в тот момент, когда помощь утверждена. Нет причин экономить, когда знаешь, что через неделю поступят снаряды, например. Ну а далее он будет ощущаться по мере поступления и распределения в частях и эффективного применения. Это тоже очень важно, чтобы то, что поступает, применялось эффективно, и тогда результат будет более ощутим. Хорошо. Есть ещё информация от New York Times, которые говорят, что Соединённые Штаты оказывали давление на Киев из-за закона о мобилизации. Как сообщается в материале издания, Вашингтон требовал от Киева решить мобилизационный вопрос, поскольку эти усилия страны были столь же критичны для стабилизации фронта и перелома хода войны, как и артиллерия. Не знаю, можно ли это сравнивать. Действительно, наверное, всё-таки человеческий ресурс, хотя мне очень не нравится это словосочетание, в войне он очень важен. Но говорить, что он важнее, чем артиллерия, вот я, если честно, эту конструкцию в своей голове вообще не могу выстроить. Тут просто всё важно, каждый фактор важен по-своему. Естественно, бойцы не могут эффективно воевать без артиллерии. И наоборот, если людей на фронте не хватает, если те, кто держат оборону, их по большому счёту мало, если не хватает людей для обслуживания техники. Я сейчас просто говорю на разные примеры, не хватает каких-то специалистов, то даже при наличии техники всё не будет работать так, как нужно. Так что каждый фактор очень и очень важен. И здесь, по поводу мобилизации, я опять-таки, это тот самый случай, когда я считаю со своей стороны неэтичным кое-какие вещи озвучивать и говорить. Это было бы неправильно с моей стороны. Но тут важно понимать, что мобилизация и вообще комплектация вооружённых сил или силы обороны Украины, если говорить в более широком аспекте, это, по большому счёту, не то, что должно становиться предметом давления Соединённых Штатов или других партнёров. Это внутреннее дело Украины. И здесь украинское руководство должно само решать характер приоритетов. Если людей на фронте не хватает, или не только на фронте, а в рядах, потому что на фронте, на самом деле, довольно малая часть вооружённых сил находится. Во всех необходимых направлениях не хватает людей. И я, например, слышал из украинских источников, что да, не хватает людей, хотя и численность вооружённых сил велика. Так эта проблема, как мне видится, должна быть первостепенной и приоритетной решением. Потому что если из-за недостачи личного состава противник преуспеет на фронте, то другого рода соображения внутриполитические могут оказаться уже совсем неуместными. Поэтому это должно быть приоритетно. Что давил? Давил ли Вашингтон? Возможно, американцы посчитали, что украинцы, несмотря на, я возможно говорю, что, несмотря на дефицит кадров и личного состава, не торопятся с решением этой проблемы и фактически стреляют себе в ногу. Я предполагаю, что так они могли считать. И наряду с помощью решили, которую они предоставляли, мы-то, конечно, вам поможем, но вы-то сами и себе помогите. Пожалуйста, побыстрее. Я не исключаю, что вот такая вот логика была. В любом случае, если где-то недостаёт людей, то, во-первых, конечно, нужно оптимально использовать тех, кого уже есть. А во-вторых, это проблема, которую украинское руководство способно решать. Тут ни от кого оно не зависит. И должны расставляться приоритеты правильно. Я могу лишь сказать, что ситуация, когда не торопятся призывать, например, наиболее пригодную для службы часть населения, это лица до 25 лет, а ранее до 27 лет. Например, в Израиле, когда слышат и видят такое, то первый же вопрос, или не вопрос, а первое ощущение, которое возникает при этом, это значит, не всё так плохо, если могут себе такое позволить. Вот что я могу сказать. Хорошо. Насчёт Израиля. Очень часто мы слышим, как сравнивают ситуацию Украины и Израиля. Вообще-то, в основном её сравнивают, кстати, вот те, кто проживает в Украине, мои сограждане, и говорят, «А вот в Израиле, а вот в Израиле, вот надо сделать, как в Израиле». И я понимаю, что, знаете, есть темы и слова, которые красиво звучат, и ты думаешь, вот здорово, это, знаете, как разбогатеть. Нужно заработать деньги. Отличный план, прекрасный. И не поспоришь, правильно? И ответ есть на вопрос. И вроде бы всё хорошо, но всё-таки очень много подводных камней. Вот эти подводные камни, они присутствуют и в дискуссиях, когда приводят пример Израиля. Я бы хотел, вот, возможно, вы разделите моё мнение, возможно, наоборот, оспорите в контексте вот этих сравнений, потому что сейчас также идут дискуссии от некоторых представителей нашей власти, что вот нужно женщин мобилизировать. И говорят, а в Израиле все вот, и женщины тоже служат. Но как бы не вспоминают Израиль в контексте, а как устроена судебная система, а как устроены другие какие-то институции. Не вспоминают, но какой-то момент хотят вырвать и вот имплементировать. Корректно ли это, правильно ли это сравнивать? По финалу, результативно ли это так сравнивать? Смотрите, ситуация, на самом деле, конечно же, всё не очень просто. Есть множество различий подводных камней. Я бы сказал так, Израиль, если говорить о примерах Израиля, то много примеров таких, как не надо делать, это Израиля касается, в том числе для украинцев, как не надо делать. Есть примеры, которые не очень релевантны для Украины, например. Но есть примеры, которые стоило бы изучить и, возможно, с учётом израильского опыта имплементировать у себя. То есть это как всегда, по большому счёту, не всё так просто, не всё далеко, мягко говоря, не всё эталонно и многое вообще не актуально. Тем не менее, кое-какие вещи есть, о слепом копировании речи не должно быть. Однако кое-какие аспекты можно изучить и взять в качестве примера или трансформировать это для себя. Например, кстати говоря, я сейчас не говорю об и не собираюсь советовать, стоит ли призывать женщин в обязательном порядке. Могу лишь сказать о том, что в Израиле считали, что угроза в стране существует и сохраняется. Люди нужны, потому что стоит призывать женщин в обязательном порядке. В том числе вот такое вот решение. Украинскому руководству самому решать, насколько актуальны угрозы, насколько страна в опасности и нужно ли призывать хоть 25-летних, хоть женщин. Но единственное, что я могу сказать, что создать для женщин, скажем так, которые в добровольном, если мы уже заговорили о женщинах, которые в добровольном порядке, я сейчас не говорю о призыве, могут пойти на службу и принести существенную пользу, я нисколько не сомневаюсь, что они бы могли и могут. Во-первых, немало женщин служат в украинских вооруженных силах, более того, даже в боевых частях и даже таких в том числе и совсем боевых. Так вот, тем не менее, если есть возможность шире привлечь женщин на различные важные должности, в том числе очень важные и вспомогательные должности, я сейчас говорю даже не на линии фронта, то над этой возможностью стоило бы задуматься. Я имею в виду привлечение в добровольном порядке. Это бы заняло х женщин, которые эти должности займут, высвобождают места для мужчин, которые могли бы действовать, могли бы быть использованы в других сферах. То есть обратить внимание на эту область, я сейчас не говорю ещё раз о призыве, я говорю обратить и создание условий и использование потенциала женщин, а потенциал он велик. И я, к примеру, если мы уже о Израиле, то системы ПВО Израиля, которые в том огромную роль играют в том, что сейчас происходило и происходит, массово укомплектованы женщинами, вплоть до командира дивизиона. И никаких причин нет для того, чтобы женщина командовала, естественно, пройдя соответствующий путь, занимала важную роль в системе противовознужной обороны в тылу и даже в бледе фронта, и на фронте тоже. Вот вам пример. И тут есть над чем работать, как мне кажется. Но опять-таки, много манипуляций остаётся на эту тему, что мобилизация женщин. И все представляют эту историю примерно так, как у нас это происходит. Вот, условно говоря, живёт мужчина, работает, но принял для себя решение пойти в армию. И как бы никаких проблем, по большому счёту, там у него не возникает. Но когда мы говорим про женщин, мы же не говорим про ситуацию, где женщина служит наравне с мужчиной. Хотя, если я правильно понимаю, в Израиле как бы преподносится эта история, что женщина абсолютно равна в каких-то нормативах с мужчиной. Но опять-таки, призвать, допустим, женщину, если мы говорим о каких-то таких должностях, которые вы сказали, тыловых, они требуют дополнительного обучения. То есть это же обучение даже не полгода, это год, два, три. Во-первых, год, два, три — это мы уже говорим что-то вроде пилотов ПВО. Насколько я знаю, у украинских военных редко обучают год, два, три по основным специальностям, прежде чем отправить либо на фронт, либо выполнять те или иные обязанности. Есть масса должностей, в том числе, которые требуют длительного обучения. Безусловно, так как война же — это дело не одного месяца, война уже больше двух лет идёт. И вообще строительство вооружённых сил — это дело среднесрочной перспективы и долгосрочной. И если есть потенциал такой категории населения, как женщины, а потенциал, безусловно, есть, то можно создать механизмы. Опять-таки, он на самом деле в Украине существует. Но я имею в виду, если есть возможность воспользоваться им больше, тем более на добровольной основе, то почему бы нет? И ведь мужчину-то тоже, если призывается женщина в ПВО, например, да, так ведь мужчина, призывающийся в ПВО по мобилизации, либо на добровольном порядке, ведь он ровно тот же курс обучения происходит. И это, кстати, яркий пример. Если есть батарея железного купола в Израиле, то это тот самый случай, когда ее и мужской, и женский персонал, к нему абсолютно одинаковые требования, без скидок. Как раз, кстати, есть одна из таких проблем, что в некоторых областях в Израильской армии, куда допустили женщин, там кое-какие поблажки им делались, и делаются, и это никуда не годится. Вот вам пример, когда не должно быть никуда годится подобный момент. А должно быть, если какой-то должности, каким-то сферам женщины допускаются на ревне с мужчинами, то требования должны быть ровно такие же. Когда речь идет о добровольцах, то как раз речь идет обычно и по высокой мотивации, достаточно высокой. Чем бы она ни была продиктована, это большой плюс. Использовать этот потенциал было бы неплохо. Где надо, обучают долго. Но опять-таки, вместо этого, вместо того, чтобы обучать мужчину, которого можно использовать на другой должности, значит, будет обучаться долго женщина. Ну а где недолго, значит, недолго. И плюсы здесь, безусловно, есть. И, возможно, над этим тоже стоит задуматься. На самом деле мы сейчас обсуждаем проблему, которая не макро. Это не является проблемой основополагающей, которая сейчас стоит на повестке дня. Но просто, раз уж мы опустились до такого рода резолюций, всегда можно искать какие-то плюсы, какие-то возможности в самых разных направлениях. Вот вам одна из них. И ни в коем случае не должны быть разные требования. Это тот пример, который в отдельных израильских, скажем так, на родах войск и видах войск имел место. Это никуда не годится. Требования должны быть одинаковые. И вполне женщины способны достигать серьёзных результатов, если им доверять и подходить к этому делу правильно. Ну, знаете, эта тема не затрагивалась ещё год назад, а вот уже достаточно активно в некоторых кругах обсуждается среди высокопоставленных лиц в том числе. Поэтому война — это прогресс, и прогресс в этом отношении тоже, скорее всего, будет. Поэтому тут я, возможно, даже с вами не соглашусь, что преждевременно и не стоит на повестке дня. Тут, знаете, каждый день может что-то произойти новое и кардинально менять ситуацию. Поэтому для наших женщин хотелось бы тоже, чтобы они понимали, что именно происходит. Я чуть-чуть, наверное, неясно выразился. Я имел в виду, что как раз вопрос женщины в рядах вооружённых сил — это не самая первостепенная проблема безопасности Украины. Однако это вполне должно быть на повестке дня. И если можно добавить в реализацию этого потенциала, то, безусловно, это нужно делать. Понял вас, понял вас. Господин Подоляк предупредил, что Россия может нанести удар 9 мая, но Украина будет к этому готова. Вопросов два. Действительно ли у нас сейчас хватает ресурсов для того, чтобы отбить атаку? И тоже немаловажный вопрос. А хватает ли у россиян сейчас ресурсов? Успели ли они накопить, чтобы сделать какой-то супермассированный удар? Тут важен контекст. Что имеется в виду? Имеется в виду усиление наступательных операций либо какие-то ракетные удары? Символизм. У них обычно к таким датам принято что-то подобное террористические акты делать? Исходить нужно к наступательной операции, которые призваны решать далеко идущие задачи. О них решения принимаются без связи с датами. Мегдать или раньше, или позже, или это по большому счёту не имеет значения. Важно быть к этому готовым в принципе. И вопрос в том, есть ли у России мощные дополнительные ресурсы для резкого усиления. Россия и так осуществляет серьёзный натиск на линии фронта. И в том числе, вот мы говорили даже об определённом успехе. Мне, правда, сложно предположить, откуда у неё возьмутся ресурсы для резкого усиления, потому что тут и мобилизация не проводилась, и какого-то количества новых частей и соединений, а это необходимо для дополнительных резкого усиления давления, вроде бы тоже у них особенно нет. А чтобы создать части и соединения, нужно не просто количество личного состава, нужно ещё и масса техники, экипировки, и командиров, которые будут решать эти задачи. В общем, всё это не так просто. Усиление натиска возможно. Будет ли это что-то к 9 мая, это не имеет столь большого значения. Ракетные удары — то же самое. А если удар случится не 9 мая, а 16 мая, или 29 апреля, это что-то сильно изменит. Общая готовность должна быть высокой. Я не сомневаюсь, что она такова. И украинцы, естественно, исходить должны из того, что сейчас ситуация тяжёлая, она продолжит тяжёлой оставаться. И это подразумевает в том числе усиление давления. На линии фронта и, возможно, усиление ракетных ударов. Тут не нужно выдавать желаемое за действительное. То, что есть, то есть. И даты здесь, я считаю, второстепенными. Хотя к датам можно кое-что повышать. Где-то готовность и ожидать чего-то дополнительное. Ну вот, кстати, мы про Очеретина с вами говорили. И вот пока говорили, есть обновлённая, не очень хорошая, к сожалению, информация. Официально подтвердили, что россиянам удалось прорваться и закрепиться в определённой части Очеретина. Представитель Хортица об этом говорит. ВСУ принимает меры, чтобы выбить врага оттуда. Идут тяжёлые бои. Россия сосредоточила там 4 бригады. Наши тоже подтянули дополнительные средства и силы из резерва. Ну, если так коротко, то, конечно, мы боремся за каждый метр своей земли. Но с тактической точки зрения тут... Понятно, что мы абсолютно гипотетически рассматриваем эту ситуацию. Но как её видите вы? То есть тут нужно продолжать пытаться отбивать, подтягивать как-то ресурсы? Или что здесь нужно сделать? Нет, тут я абсолютно не то что даже не имею права, они располагают данные информации о том, что тут можно сказать. Это сложные тактические решения, которые опираются на наличие резервов и возможности либо контратаковать, либо что-то исправить, либо, если ситуация видится в целом в негативном аспекте, то в негативном ракурсе, то тогда, что называется, оптимизировать ущерб. То есть сделать так, чтобы он был минимальным. Это может касаться и отступления, может касаться и новых позиций. Сложные решения, которые опираются на знание возможностей ситуации, это то, что имеется у командования украинского, но никак не у тех, кто со стороны смотрит за открытыми источниками. Давид, спасибо за ответы. Как всегда, очень информативно и полезно было для нас. Спасибо вам большое. Спасибо, и хочу лишь пожелать побольше хороших новостей. Это очень даже не помешает. Да.